В чем смысл жизни человека? Знаете, вот что я вам скажу на этот счет, если всерьез. Во-первых, сама постановка вопроса некорректна, поскольку смысл жизни человека с точки зрения кого надо спрашивать. Вот с точки зрения самого человека, если конкретного, который задает этот вопрос, он сам должен ответить. Вот вы ради чего живете? Ради женщины, в основном ради детей, мужчины, кто ради чего. С точки зрения конкретного человека, у него конкретные цели в жизни. Если вообще, в чем смысл жизни, тогда надо с точки зрения, я не знаю, кого человечества, поскольку человечество движется вперед, несмотря ни на что, все-таки прогресс имеет место быть, то значит смысл жизни человека выполнять его гражданский долг. Поскольку в целом это способствует прогрессу. Если еще выше, с точки зрения космоса, ну тут уже отвечать невозможно, поскольку кто знает, какие цели, и тогда вы там вообще теряете само понятие смысла. Так что этот вопрос, он такой. Вообще, это ли вопросы, вот такие, смысл жизни, если вообще они вам приходят в голову, это плохо. Это первый признак, что что-то у вас с жизнью не так. Потому что счастливому человеку, вот, например, мне, они вообще в голову не приходят. Вот как только они начинают приходить в голову, их вообще-то сатана нашептывает. Могу вам по секрету сказать. Поскольку, вот, например, в Библии написано, уныние – грех. Вот никогда не задумывались, почему. Ну, убийство, там, это понятно, там, прелюбодеяние, это все ясно, интуитивном уровне. Но уныние-то почему грех? Вот все это говорят, повторяют, а, вероятно, никто не задумывается. Почему? А потому что, если человек впадает в уныние, уныние означает сомнение в правильности и деянии Господа. Что значит, мир построен плохом. Что человек здесь плохо себя чувствует в этой мире, значит, что-то не так. Это сомнение, Господи. Поэтому это грех. Вот вам зато наношептывают эти мысли, поскольку на них нет, это те вопросы, на них нет ответа. Это отравленные вопросы. Ответы на отравленные вопросы тоже отравленные. Над ними не следует долго размышлять. Так что вот мой вам совет вообще. Потому что ответа на них не существует, и они, так сказать, вводят человека в тупик, он впадает в уныние. Сомневается в деянии Господа. Ну, или там Вселенная, если там вы в Господа не верите. Это не важно. Что мир устроен... Человек приходит к мысли в итоге, что мы мир устроен неправильно. Вот к чему приводят эти вопросы, если над ними долго размышлять. Так что есть вопросы, над которыми не надо думать. Мой вам совет. Если не хотите впасть в уныние. Вообще же, надо не пытаться найти на этот ответ, ответ на этот вопрос, на него нет ответа, а пытаться посмотреть сверху. Вот с точки зрения чего смысл? Понимаете? Человек обычно, когда в голову приходит этот вопрос, он начинает вот не о том думать. Ладно, тут нужно в бесконечности разговаривать. Этот вопрос такой, я говорю, логически, алгоритмически неразрешимый. Есть такое в математике понятие. Что сколько над ним не думай, ответа ты не найдешь, потому что на него не существует ответа. Таких вопросов масса, на которые не существует ответа. А когда начинаешь над ним думать, кажется, что существует. Нет, не существует. Так что, этот вопрос как бы лакмусовая бумажка. Если он начинает вам приходить в голову, плохо дело. Фух, по-моему, я не очень убедительно все это высказал. Так, Анжелика, в чем смысл человечества? Господи ты, боже мой, да что у вас за студенты? Такие глубокомысливые. Опять-таки, Анжелика, я, по сути дела, ответил на этот вопрос в предыдущем. С точки зрения кого смысл космоса? Смысл есть в том смысле, что... Смысл в том смысле, что есть очевидный факт. Человечество движется вперед. Прогресс существует, несомненно. Это невозможно отрицать. Поэтому какой-то смысл с точки зрения чего-то высшего несомненно есть. Но, во-первых, гордыня думать, что человек в состоянии постичь этот смысл. На самом деле, логика, не логика, разум. Это же от природы, правильно? Поэтому, что надо так вот, говоря абстрактно, природа могла и поставить рубежи для познания. Что вот думать, что человек может постичь все, это глупость. Ну, например, с точки зрения физики. Вот физические законы. Что такое законы, во-первых, физические? Это просто угадывание закономерностей всего-навсего. Законы, которые мы можем постигать, самые простейшие. Ну, которые повторяются, которые можно воспроизвести в лабораторных условиях, которые доступны изучению. Если предположить, что существуют законы, которые проявляются нервономерно, во времени, скажем, что они проявляются совершенно случайным образом, раза в 100 лет, или в 20 лет, или в 10 лет, ну, сколько угодно, то они непостигаемы. Ну, по крайней мере, с точки зрения современной науки, они абсолютно непостигаемы. Если предположить, что есть какое-нибудь высшее создание, ну, дьявол какой-нибудь, но он не появляется, он появляется нервономерно в момент, когда захочет, не подлежит изучению из-за этого, поэтому ты его никогда не сможешь обнаружить, зафиксировать. Но в то же время он есть, он может к тебе явиться в любом месте, начать с тобой беседовать, но изучать ты его не можешь. Понимаете? Вот пределы человеческого познания. Это как бы совершенно простейший пример. Так что все эти мысли, вопросы, в чем смысл человечества, это непонимание, что такое разум. Это, в общем-то, природой дано. Это не то, что вот разум и природа, и вот разум покорить там всю природу. Ну, разум – это часть природы всего на всего. Какие там ограничения, ограничения в него заложены, вполне возможно, что достаточно жесткие, что мы можем постичь только совершенно малую часть Вселенной. Это вполне может быть. Ладно. Это тоже долгий разговор. Можно увлечься. Увлекаться не следует. Руслан, что для вас значит счастье? Ну и ну. И как быть счастливым? И счастливы ли вы? Руслан, вот я лично счастлив. И не задаю себе вопрос, о чем смысл жизни. Это первый критерий – счастлив ли человек? Что для вас значит счастье? Это второй, вот второй такой же вопрос отравленный. Вот если начинаешь себя задавать, что значит счастье? Значит, что-то не так вообще у вас. Если человек счастлив, он это чувствует. Но все равно, что задавать вопрос, что такое ветер? Или что такое там? Не знаю, что еще. Понимаете, есть эмоции, и есть разум в человеке. Эмоции непостижимы с помощью разума. А вы пытаетесь его постичь, так сказать, уловить все эти Вселенную, дать определение счастья с точки зрения логики. Это бессмысленное занятие. То есть, эмоции, там, счастье, это не часть логики, так сказать, и не часть разума. Это нечто совершенно особое. Внутренний мир, вот, он непостижим с помощью логики. Так что, вот, вы сами отвечаете на вопрос, счастливы вы или нет. А что это такое? Это нельзя разложить на какие-то составные части. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!